представьте пожалуйста и как бы что произошло расскажите я мама егора вчера мой ребенок чуть не провалился в люк он наступил одной ногой туда и ушел пахом ударился вот об колодец его подруга успела его по последний момент когда он уже был там я его вот одной рукой успела выхватить очень сильного 10 ударился то есть пахом ударился вот ночью ребенок не спал плакал что вот мама я боюсь я опять провалюсь в колодец вот произошло все за мгновение просто вот хорошо что я была рядышком успела его секунду просто было это неожиданно темно ли странно вообще ничего не видно да то есть а здесь гулять всегда и детки маленькие и люди с собаками и подростки ну сами посмотрите тут и палочки детки постоянно собирают после того как ребенок упал вы обращались в администрацию или к охране охрана как разговаривала как у него был телефон вот так так же он и сказал разговаривал с нами что как он сказал он сказал и как бы в его ответственность даже в этой его обязанности не входит и по таким люкам нужно ходить осторожно мы ему сказали на выходе идите пожалуйста хотя бы оградите потому что мы это было около шести часов вечера и в семь и восемь и в девять здесь мамы молодые гулять с детками но он сказал это наши обязанности не входят вот потом мы нашли телефон директора парка андрея звонили ему же вот что расскажешь я ему сказал все так и так мой ребенок чуть не провалился его чудом успели поймать на что он сказал что колодец неглубокий как бы переживать особо там нечего я буду понимать что там вода он мог упасть могу это все закончится иначе но что я завтра посмотрю и все не извинения как бы ничего не было понятно да она вот например не страшно у меня тоже есть люди я знаю где они еще эти колодки темно сейчас темнеет в пять часов вечера вы действительно было не видно ему четыре года он когда мы идем по асфальту он на них не наступает он знает что это делать нельзя здесь он просто его не заметил если бы он увидел он даже бы не наступил ну а тебе-то страшно было страшно нога-то не болит у тебя теперь воли жаловался до что болит сильно стукнулся до ножка ну ладно ладно я знаю как бы в какие-то собираетесь дальнейшие действия там не знаю то может быть какой-то жалобы написать или да мы будем действовать дальше чтобы это больше ни с кем не приключилась если бы ребенок мой упал я бы не знаю чем это могу по факту он практически упал ну да да то есть мы его вот в полете туда его за одну секунду я даже не знаю как вот это все просто вот дня даже неосознанно получилось вот успел схватить мы значит написали в группу типичные химки и вчера я позвонила на горячую линию администрации города химки они сказали что они обязательно разберутся я объяснила всю проблему что после того как мы ушли его никто не закрыл никто по об этом не побеспокоился я рассказала там маленькие дети гуляют вы примите меры они сказали что они мне сегодня отзвонят и скажут что они для этого сделали ну как видите один люк а второй люк открыт опять там вода мы его проверяли палкой там палка уходит то есть неизвестно где там дно и там вода стоячая холодная а ребенок давала если упадет все упало его нет то есть он захлебнулся это минута секунды все ребенка нет вот у меня ребенок я боюсь своего ребенка и девушки мамочки молодые которые написали в типичных химках нас много мы против того мы хотим с ребенком и гулять чтобы нам парке было свободно безопасно безопасно конечно все безопасно дети это наше все имя фамилию имя скажи моя фамилия косина юлия сергеевна я живу в новой евгении а тебя зовут как все спасибо